Национальный банк Узбекистана провел уроки финансовой грамотности для учеников старших классов. Так, серии образовательных часов прошли не только в головном офисе, но и в школах. Основная тема мероприятия – объяснить детям, как копить деньги и как ими пользоваться. Это все приурочено к Международному дню сбережений. Праздник взял свое начало в 1924 году, но обширно начал отмечаться только в 1992 году. В честь праздника Узнацбанк посетил школу номер 60. Сотрудники провели презентацию для нескольких классов. Важно было донести до детей важность правильного использования денег, их накопления, а главное – умение их зарабатывать. Также ученики были подробно ознакомлены с историей банка, его работой и услугами. Сегодня мы провели открыт урок для учеников старших классов. Мы подробно рассказали о том, что такое деньги, кредиты, депозиты. А самое главное – мы объяснили о том, куда и как нужно инвестировать. При распоряжении деньгами существуют три основные. Это депозит, инвестиция и благотворительность. Депозит – это то, что сейчас имеется. Инвестиция – это то, куда будет вложено. А благотворительность – это благотворительная организация или же наша семья, или наше обучение. После презентации дети написали сочинение на тему «Зачем нужен банк в повседневной жизни». После проверки работ сотрудники НБУ наградили ценными призами трех учеников. Представители Национального банка Узбекистана рассказали о структуре Национального банка Узбекистана. Пообщались с учащимися. Учащиеся давали очень интересные вопросы по тому, как тратить деньги, как их зарабатывать, какая их цель и что можно купить на деньги. Они получили очень много информации о том, как тратить деньги, какие карточки можно использовать, как пользоваться. Учащиеся также дали свои предложения о том, чтобы внесли карточки, чтобы дети могли сами пользоваться этими карточками. Это было очень интересно, очень великательно. Я участвовал в конкурсе, где получил третье место. Я очень благодарен, что такие открытые уроки проходят именно в нашей школе. Сам открытый урок. Я узнал о Национальном банке Узбекистана больше. Но я представлял это, как всегда, как все банки. То, что там можно вкладывать, там можно инвестировать, там можно брать кредиты и все. Также банк нам показал приложение Мили, где можно без контакта выполнять платежи. Аналогичное мероприятие прошло и в головном офисе НБУ. Банк открыл двери для маленьких посетителей. Дети смогли вживую увидеть, как работает банк и ознакомиться с представляемыми услугами. Но самым запоминающимся для посетителей стала экскурсия, проведенная сотрудником галереи изобразительного искусства. Экспозиция древних монет и книг, которая находится на первом этаже головного офиса НБУ. Сегодня представители НБУ банка пригласили нас в головной офис. На мой взгляд, такие мероприятия нужно устраивать, потому что дети смогли сами лично ознакомиться с работой банка. Среди наших учеников есть те, кто хотят в будущем стать бизнесменами, бухгалтерами, а также банкирами. А сотрудники НБУ, в свою очередь, смогли проконсультировать детей для дальнейшей их профессии. Для того, чтобы детям было интересно, презентация проходила в виде интерактивной игры. Она включала в себя вопросы-ответы, интересные видеоролики и возможность высказать свое мнение. Напомню, что сейчас в НБУ работает 5859 сотрудников, а клиентская база по всей республике составляет более 3 миллионов человек.